Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы с вами в Лондоне. Ну, это просто комната моей дочери. Пока она уехала к своему брату Никитушке в фильм, я могу немножечко здесь поснимать. Итак, сегодня свое видео я хочу посвятить моим изделиям, которыми я делала, которые я изготавливала, вязала для своей заказчицы. Для одной заказчицы. Но это далеко не все изделия. То есть, часть, какая-то часть изделий, которые я для нее вязала. И она мне... Я у вас спросила, что надо или не надо делать такое видео. Вы вроде как выявили желание посмотреть на мои прошлые модели, прошлых лет. Здесь собраны модели за 7 лет. Но, повторюсь еще раз, это не все. Это не все модели. То есть, мы начали с ней сотрудничество в 2012 году. Ну, и по сей день, и до сегодняшнего дня. Я хочу вас предупредить, что в течение этих 7 лет комплекция моей заказчицы менялась. Поэтому некоторые вещи для меня на меня будут маловаты. Некоторые вещи на меня будут большеваты. Ну, в общем, я думаю, что вы это мне простите. Поймете, что все мы с годами меняемся. Ну, сегодня вот речь не о том, но просто вот извините меня, если вещь будет смотреться где-то неказиста. Вы поймите, что это не для меня вязаная. Это не моя фигура. У моей заказчицы совершенно другой тип фигуры. Вот. Цвета не совсем, не все мои, да, которые мне подходят. Но я вам показала, как есть. А если вам что-то из этого понравится, и вы захотите связать, наверное, я вам во многих случаях могу подсказать чем-то. Во-первых, вы мне напишите в комментарии, что вам понравилось, чтобы я знала, на что делать более детальный обзор. Здесь, в этом видео, я сделаю все-таки просто обзор, просто внешний вид, просто без того, какими это нитками связаны. Ну, немножечко я тут коснусь, какими нитками связала, но вообще. А если вам что-то понравится, я уже сделаю более детальный обзор, более подробный, покажу схемы, как вязано. На большинство, наверное, моделей у меня схемы будут. Если не будет, попробую их восстановить. Ну, в общем, заболтала я вас. Давайте начнем просмотр. Ну, давайте. Ну, вот, представляю вашему вниманию, белое, бежевое, вернее, светло-бежевого цвета платье, состоящее из двух видов пряжи. Вот светлее тон это коко, а темнее, не припомню, он с люрексом идет. Вот, видите, как раз на груди такой принт, такой цветок. Здесь рукава сделана очень красиво. Вообще, платье очень эффектное. Очень эффектное. Видите, как необычно сделано сверху, да, по шее. Вот такая задумка. Часть платья мы увидели в журнале. Часть платья, в частности, рукава. Рисунок вот здесь как раз на спинке. Мы придумали, взяли с другого, с другой модели. Второе платье нежно-нежно-голубого цвета, ирисом связано. Назвали мы его Снежинка. Платье Снежинка. Я вам показываю на черном подкладе, чтобы было видно ярче узор. Конечно, его носить нужно с другим подкладом, но, думаю, вы меня понимаете, что это просто для наглядности. Я здесь вам демонстрирую на черном цвете. Вот такое платье. Это накидка. Она была связана для другого белого платья. Его, к сожалению, сейчас в коллекции не будет. Просто накидка из пряжи. Лебяжий пух, так называется травка. Мягкая. И вот под белое платье, конечно, оно смотрится очень здорово. Здесь под голубое может быть не так, конечно. Не такой эффект, но тоже ничего. Вот, посмотрите, такая накидочка. Это платье самое носибельное у моей заказчицы. Вы его уже видели в прошлом обзоре, я вам говорила. Оно на мне немножечко большевато, но не суть. Посмотрите. В этой пряжи бриллиант, два оттенка, ленточное кружево. Это на повседневную носку. Вот такие здесь вставочки. Яркие. Вот такое платье. Просто на повседневную носку. Очень его любит моя заказчица. Носит его постоянно. Это еще одно платье. Мне оно очень большое. Всей красоты вы не увидите на мне. Смотрится шикарно. Темного такого цвета. Петрольного. По-моему, так, да, он называется. Тоже из мотивов. Теплая пряжа. Название сейчас не припомню. Надо будет посмотреть. А, это у нас, по-моему, кроссброд Бразилии. Все правильно. Это был кроссброд Бразилии. Вот такие мотивы. Классное платье. Тоже его заказчица часто носит. Очень часто. Тоже она у нее до сих пор в ходу. Ну, это такой джемпирог. Сверху брюкское кружево. Мотив. Очень долго она меня упрашивала связать ей что-нибудь с брюкским кружевом. Но единственное, на что я согласилась, это вот такая кокеточка. Весь джемпер связан резинкой. Здесь разные резинка в зависимости от того... На рукавах, предположим, с 1 на 1 начинали, переходили. К сожалению, не очень хорошо видно. Но вот здесь вот как раз. А здесь резинка 2 на 3, по-моему, или 2 на 2. Ну, вот такой джемпирог. Это тоже джемпер связан с сеткой. Полностью сетка. Спереди, вот на рукаве, вот такая вставочка из цветочков. И на горловине такая же вставка. Сейчас я надела на черненькую водолазочку. Плохо будет видно. Но следующая кофта будет красного цвета. И там хорошо рассмотрите. Посмотрите, как классно смотрится. Простая-простая сетка. Вот как раз красная сетка. На черной тоже на горловине были такие же цветы. Но было плохо видно. Вот как раз здесь вы можете это рассмотреть. Здесь у нас горловина поглубже на спинке. Тоже до сих пор они в ходу. И черная, и красная кофточка. Джемперочки. Заказчица их любит. Носят постоянно. Постирала и снова надела. Эта нитка, по-моему, куда бы спроши. Проши всегда рядом. Вот такая маечка. Это одна самая первая наша работа. Это то, с чего мы начинали наш путь. Она мне, конечно, маловато. Простите, пожалуйста. Но я думаю, что все равно на теле будет лучше. Видно, чем на манекене. Попробовала я снять на манекене. Нехорошо. На теле получше. Поэтому вот так. Интересная задумка лямочек здесь. Вот джемперок белый. Я надела на водолазку. Может быть, сливается узор. Ну, я думаю, вот здесь вот рассмотрите как раз. Надо будет, если вам сделаем дополнительный обзор. Красивый, нарядный джемперок. Можно носить на водолазку зимой и на топик летом. Ну, либо на белье. Кто как рискнет. Здесь очень интересно сделана горловина. Она немножечко, как это сказать, не совсем полукругом, а геометрическая. Вот такая маечка топ. Летний топ. Ну, простой. Связан из квадратиков. Простая простенькая обвязочка сверху. И снизу вот такой вот интересненький узорчик. Вот такая штучка. Шнуровка впереди. Баска снизу, да? Красиво, нарядно. Тоже в ходу заказчицы. Ну, а это болеро. Болеро. Тоже, наверное, на белом плохо видно. Вот с таким воротником пышным. Из журнала МОД. Мы брали, по-моему, да. Или из журнала МОД мы взяли только воротник. В общем, у меня постоянно 2-3 модели в одной. Я беру 2-3 модели, соединяю в одном. Здесь красивый рукавчик. Видите, как хорошо смотрится. Кто любит пышные рукава, хорошая идейка. А берет связан тоже крючком. Я береты не ношу летние. Ну, вот заказчица их любит. С удовольствием носит. Вот такие вещи. Ну, вот вы просмотрели мою коллекцию для одной заказчицы. И все. Пришло время мне с вами попрощаться. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк. Если вы не подписались, подписывайтесь на мой канал. Если вам нравятся такого рода ролики. Если вас не раздражает мой голос, мой вид, милости прошу к себе настроиться. Ну, все, мои хорошие, мои дорогие друзья. Я с вами прощаюсь. До свидания. До новых встреч. Они будут очень скоро. Так что не скучайте. Пока-пока. Продолжение следует...